10 сентября прошла презентация iPhone 11 компании Apple. Новый iPhone получил 6 цветов и 2 камеры. Появился режим ночной съемки. Умеет снимать в 4К. Работает на час дольше, чем XR. iPhone 11 Pro имеет 3 фронтальные камеры и 4 цвета. Быстрая зарядка теперь идет в комплекте с Pro-версиями iPhone. Нам стало интересно, смотрели ли люди презентацию, что они думают по поводу новой модели и приобрели бы они себе этот телефон. Дизайн меня не сильно впечатлил, потому что эти 3 камеры как-то не очень смотрятся. По комплектации, по начинке она крутая. Каждый раз iPhone выпускает наиболее революционные модели, которые все-таки в мире пользуются большим успехом. Честно, очень скептически относился к этим камерам, но я уверен, что пойдет какое-то время и всем оно понравится. Потому что там новая система, но дизайн, конечно, желал быть лучшим. Да, думаю, приобрел бы. Потому что это инновация, это самый мощный аппарат среди смартфонов на данный момент. Неплохая камера, а так все то же самое осталось. Нет, я бы приобрел что-то проще и фотоаппарат отдельный. Меня очень смущает то, что там на iPhone Pro 3 камеры, и для меня это как-то смотрится не очень эстетично, как будто ракашка какая-то. А так, мне кажется, он, в общем-то, ничем не отличается от XR. Да, мне очень понравилась новая версия. Мне кажется, это будет очень классно. Все-таки у него будет три камеры, это очень интересно. Минимальная цена на 11 Pro, вроде, составляет 1000 долларов. Если приводить на нашу, это 70 тысяч, но с счетом наценки где-то 90, это не стоит его, легче всего могу купить. Как мы видим, большинству запрошенных людей не нравится дизайн нового iPhone, но, несмотря на это, они при возможности хотели бы приобрести себе этот телефон. Анна Глазунова, Аида Алиева, Ленардо Влитяров, Универньюс.